Девушки отдыхают Все будет хорошо. Завтра магазин возьму. И уедем. Домик тебе куплю, как ты хотела. Добрый день. Добрый день. Тихо, 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 тихо. Не вори. Быстрее, деньги в сон. В сон, в сон, в садский. Стреляй. Хорошо все сделаю. Быстрее. Тихо, тебе ничего не грозит. Не бойся. Речи, быстрее. Все, 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 все. Только не стреляй. Иди сюда. Не бойся. Все будет хорошо. Признается виновным по статье 161, часть 2 УК РФ и приговаривается к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Срок отбывания наказания в УИУ исчисляется с 8 мая 2013 года. Игорь, слышишь? Я буду ждать тебя. Слышишь меня? Игорь, ну, все будет хорошо. Я буду приезжать. Слышишь меня? 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 И что стоим? Кого ждем? Звонком пользоваться не научили? Люсь, это к тебе, что ли? Может, полицию вызвать? Сумасшедшие какие-то. Привет. Игорешка любимый вернулся. Прости меня, Игореш. За что? Я тогда такой дура была. Красивой жизни хотела. Домик в Испании у моря. Это же я тебя на грабеж толкнула. Я сам все решил. Ты не придала. Это я тебя с Аликом познакомила. Я тебе идею подбросила. Ты не представляешь, как я жалела об этом все это время. Женщина, чего ты? Молчать! Да я ради тебя на все что угодно готов подписаться. Ну, чего ты? Ты не представляешь, как мне было плохо. Мне ничего больше не нужно. Лишь бы ты был рядом. Люсь, ты какая-то. У тебя все в порядке? Теперь да. Слышь, Люсь, я не интересуюсь, зачем ты продала свою красивую хату и купила эту халабуду. И что ты полгода свиданки динамила. Ты, если хочешь, играй в молчанку, я к тебе в душу не лезу. А квартиру я продала, жду тебя все это время поддерживать. Ну, и начальнику колонии сунуть за удом. Начальнику? Вот гнида позорная. Я-то думал, меня за примерное поведение откинули. Да какая разница? Главное, ты освободился и раньше срок. Никаких денег не жалко. Слушай, я не понял. Хату скинула. А этот Алик, фраер, кусок мой, что ли, захапал? Я не понимаю, что ты. Доля моя где? Ты что, Люсь, а не при делах? Ты же говорила, что все в ажуре. Ну, говорила, да, чтоб ты не волновался. Ну, что ты мог сделать, пока был там? Вот теперь говорю. Значит, не отдал. Ну, Алик, сука, был чаропозорный. Сядь. А не приезжала я, потому что... Люсь. Не могла. Люсьечка. Болею очень. Болею. Операцию сразу сделать не смогла, денег не было. А теперь... К черту. Давай просто побудем вместе. Сколько времени у нас останется? Тихо, 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 мой хороший, тихо. К гадам буду вылечь у тебя. Сначала у этой падлы, у Алика деньги отожму, а его, мразь, закопаю. Тихо. Тихо, 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 мой хороший, тихо. А-а-а, мразь, мой хороший. Тихо, мразь. Че, мразь, за жалочку? Ты че, Игорек? Сдурел? Значит, слушай сюда. Расклад такой. Гони мне мою долю плюс проценты. А то я тебя, сука, порешаю. Трубки он вздумал бросать мне. Какую долю? Игорек, это все моей жене принадлежит Веронике. У нее папенька богатый. Был. Ты че, издеваешься? Люска у меня больная, лечить мне ее надо. Бабки мои где? Да пусть она хоть сдохнет, мне-то что? Сука! Ну ты мразь. Аля? А что у вас тут происходит? Прекратите немедленно! Как скажешь. А теперь, Ронин, звони в полицию. Не надо. Не надо! Убивают! А-а-а! Вызывали, Андрей Владимирович. Заходите. В Подмосковье убита состоятельная женщина Вероника Синицына. Ее муж Альберт Синицын тяжело ранен. Ну понятно. Дело банальное. Муж убил жену и ранился бядя от вода глаз. Ух ты! А я и не знал, что в нашем управлении, оказывается, провидец работает. Так может сразу дело закроем? Никак нет, Андрей Владимирович. Че стоим? На выезд? Так точно. Что случилось? Да дёрки у меня тут возникли. На дно надо залечь. Что ты сделал? Все пучком. Да этот сука сам нарвался. Значит так. Я с тобой. Не надо, Люся. Не помазьте мне юбкой прикрываться. А деньги на больничку я тебе достану. Отвечаю. Я тебя одного не оставлю. Понял? Ну как знаешь. Ну что, Альберта Синицына увезли с черепно-мозговой травмой, но говорят жить будет. Да. Увезло парню. Не то что его жене. Ну, кочергайте, скажу, как орудие убийства. Это изысканно. Возможно, она пыталась позвонить в полицию. Тут-то преступник её и... Костя! Да, Андрей Иванович. Развлекаетесь? Никак, нет. Ну, следственный эксперимент. Ну-ну. Только имейте в виду, Вероника Синицына не просто хотела позвонить в полицию. Она и позвонила. Есть запись. Только разговор прервали. Возможно, тогда её убили. Подержи. Когда она зашла в комнату, тогда её убили. Почему в комнату? Странно. А, Андрей Владимирович, вы ее извините, пожалуйста. Странно. Почему в комнату-то? Чего странного? Смотри. Она бежала на помощь ему, так? Так. Параллельно. Звонила вы телефону. А вот что странно в Косте. Удар она получила его лицо ни в нос, ни в висок. А в затылок. Хорошо. Смотри. Она прибежала в комнату. Увидела всё это. Испугалась. Развернулась, попыталась убежать. А тут преступник её… Хорошо. Но тогда тело лежало бы лицом туда, а не сюда. А я тебе скажу. Преступник избил Альберта и вышел из комнаты. С кочергой. С кочергой. Она вернулась сюда. Увидела. Начала звонить в полицию. Он услышал, подкрался сзади. И бросил кочергу, которую ранее забрал. Испугался. Тут что-то не так. Если я прав, на кочерге должны были остаться чёткие отпечатки подозреваемого. Значит так. Валяя в контору, Чубаров заработал поспать. Семь утра ко мне. Да, Наташ, привет. Послушай, я тебя разбудила. Ой, прости. Послушай, я уезжаю на недельку. Ты не сможешь ко мне заехать цветы полить? Ага. Ключ оставлю под ковриком. Да, спасибо. Пока, чмоки-чмоки. Я готова. Хорошо. Только я пока не знаю, куда нам ехать. Есть у меня одно местечко. ЗВОНОК. КРИКТ 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 Ало! Ало, полиция! Приезжайте, приезжайте немедленно! КРИКТ Я тебе сказал, не надо! Убивают! Время звонка 21.15. Судя по всему, тогда Вероника и была убитой. Полиция приехала в 21.45. У преступника было полно времени, чтобы скрыться. Леб, поставь запись еще раз с того момента, когда слышны шаги. Алло! Алло, полиция! Стоп! Почисти звук, убери лишние шумы. Хочу услышать четко шаги. Вы что-то услышали, Андрей Владимирович? Была смена покрытия, когда бежал человек. Хочу услышать это четко. Я сделал. Приезжайте, приезжайте немедленно! Я тебе сказал, не надо. Вот. Слышите? Наш подозреваемый выбегает из комнаты в коридор. Шуршанец меняется похрустыванием. Паркетная доска керамогранита. Подождите, тогда что-то не сходится. Получается, положение трупа неправильное. Вот именно. Андрей Владимирович, я собрал данные о всех телефонах и устройствах, находящихся в радиусе дома синицы на момент нападения. Есть интересная информация. Там был телефон некоего Буева Игоря Викторовича. Осужденного по статье 161, часть 2. Да, грабеж. Несколько дней назад был выпущен по ВДО. Бодрой ночи. Новости есть? Грома униспится, требует результаты вскрытия. Ну что, смерть Вероники Синицыной наступила от обширного внутричерепного кровоизлияния. Время смерти 21.20. Ну, плюс-минус 10 минут. Совпадает со временем звонка. Кстати, пришли результаты экспертизы кочерги. Я полагаю, что удар был нанесен ею. Да. И еще на ней обнаружены четкие отпечатки Буева. Как и говорил Громов. Что говорил? А, это не важно. Глебчик, Паша, проверяйте получше этого Буева. На камере только он один. Вошел в 21 час, вышел в 21.16. Причем не вышел, а выбежал. Ну что, удалось выяснить подноготную Буева? Да, Андрей Владимирович, вот, все на экранах. Человек был судим за ограбление ювелирного магазина с нанесением телесных повреждений средней тяжести охраннику. Журналисты писали, что Буев вырубил охранника, наставил нам продавца пистолет, и тот отдал все деньги. Ну, если вы хотите, я могу запросить материал и дело. Хочу. Только завтра. А теперь по домам, утро, вечера. Мудренее. Спасибо. Андрей Владимирович, забыл сказать, в последние пару дней Буев несколько раз звонил Синицыну. Так они, значит, общались? Ну да. Несколько секунд. Ну, для того, чтобы послать достаточно, а вот для разговора маловато. Спокойной ночи. Андрей Владимирович, я все-таки не понимаю, Буев не успел откинуться из тюрьмы, но он тут же идет к этому Синицыну. Я проверял, они раньше не общались, а тут вдруг Буев атакует незнакомого человека. Запомни, Глеб, если не нравится вывод, ищи ошибку в исходных данных. Да. Что там с телефона Буева? Выключено. Но вы его объявили в розыск? Естественно, сразу же. Спокойной ночи. Только, пожалуйста, недолго. И мы сейчас освободят палату, и будем перевозить. Хорошо, конечно. Альберт. Расскажите, как дело было? Ну, бил он меня. Роня, Вероника, жена моя, прибежала с телефоном. Он за ней погнался. Пока она звонила на бегу, ударил ее. А потом он ко мне больше ничего не помнит. Постарайтесь вспомнить, где была Вероника, когда ее ударили. Ну, не знаю, не знаю. Где-то в коридоре. То есть она выбежала из комнаты? А где Роня? Ну, как вам сказать? Нет. Нет, это невозможно. Так, извините, пожалуйста. Нет, Роня. Но пациенту нужен покой. Увозите его. Альберт Иванович, а вы не узнали нападавшего? Неплохо. Ведь я вам уже сказала. Неплохо. Придете завтра. Ему нужен покой. Ну что, Буев включился? Не-а. Зато я кое-что узнал. И что? Я выяснил, что в последнее время мобильный телефон Буева очень часто находился рядом с другим мобильным телефоном, который принадлежит некой Людмиле Чеканиной. Как и квартиры, в которой они вместе очень часто находились. Ну, чего ты тогда сидишь? Отправляй на точку, Лешу и Костю. Они уже выехали. Хорошо, а что за хата? Квартира досталась Людмиле по наследству от бабушки. Маленькая, плохенькая. У Людмилы еще одна квартира в хорошем районе, с хорошим метражом. Интересно, почему она живет в этом клоповнике? Ну, возможно, потому что она не хочет везти в хорошую квартиру зэка. Или она просто ее сдает? Странно все это. Господи, Васильев, ты гром бы, что ли, изображаешь? Садись, у тебя это неубедительно получается. Что-то, Кость, по-моему, никого дома нет. Соседка сверху говорит, Людмила уехала ночью с каким-то типом. Вещи собрала. А что эта соседка сверху у нас по ночам не спит? Мне кажется, она никогда не спит. Инициативная особа. Птица-секретарь. Что-то типа того. А мы им сейчас сюда микрокамеру поставим, чтобы все входящих фотографировала. И прямо в опера-зал к нам. Чего так долго-то? Да вот, топор тебе нашла. И молочком угостили. Спасибо. Давно молочка топорного не пил, а? Хорошо. Все у нас будет в ажуре, не переживай. Я в лагере профессию автомеханик освоил. Заработаю. Все у тебя будет. У меня и такси есть. Домик, конечно, на Средиземном море не обещаю. Но вот на Азовском квартирку прикупим точно. Люблю тебя. О, Делубуеву доставили. Интересное чтиво, хочу тебе сказать. Продавец не нажал тревожную кнопку, хотя она была у него прям под рукой. Продавец некто Кучев. Альберт Кучев, Альберт. Как муж убит Синицына? Интересное совпадение. А если не совпадение? Нет, похож не очень. Все равно надо будет Валееву показать. Так что, коллеги, вопрос остается открытым. Почему Буев после освобождения сразу отправился к Альберту? Может быть, подельники? Причем следователь Буев сказал, что деньги спрятал в канализационном люке, а потом его оприходовали бомжи. В общем, чушь полная. Смотрите, я нашла. Альберт Кучев женился на Веронике Синицына и стал Синицыным. Получается, тот самый. Попалась птичка. Да. Теперь, похоже, все складывается. Ну и кто молодец? Ты молодец. Конечно. Узнаете? Ну вот и мы не сразу узнали, почему такая секретность, Альберт Иванович. Внешность поменяли. Поменю. Водички. Можно? Можно. Тогда, во время ограбления, он, этот, как его, Буев, сказал, что если я не дам ему уйти, если нажму тревожную кнопку, он меня найдет и убьет. Вот, наверное, приехал убивать. Но фамилию зачем сменили? Чтобы не нашел. Ну, он нашел? Так? Не знаю. Всего доброго. А не мог потерпевший Синицын сам себя ударить кочергой? Зачем? Ну, по версии нашего местного провидца, чтобы свалить на Буева убийство своей жены. Вы считаете, что Вероника убила ее муж? Разве нет? Ну, а что не Буев? Если убил бы Буев, то он вряд ли бы оставил в живых свидетелях. Это раз. Если убийцей был Буев, и все было так, как описывает Синицын, тело лежало бы по-другому. Это два. Из этого вы делаете вывод, что убийца муж? А вы думаете, нет? Нет. Синицын никак не смог бы ударить сам себя кочергой в это место. Не получается? Значит, все-таки Буев. Значит. Или у Синицына был помощник. Но на видео только Буев. Простите, Михаил Николаевич. Сам себя кочергой. Представляешь? Василий, мне нужно срочно выяснить все передвижения Синицына за вчерашний день. Срочно! Люсь, что, знобит? Угу. Сейчас я дровишек подкину. Сейчас, Люсьечка, потеплее будет. Ух. Ну-ка. Ну, температуры вроде бы нет. Да это лихорадка. Еще кровь носом может пойти, так что ты не пугайся. Это у тебя от болячки это? Угу. А мы сейчас чайку горячего сделаем. А? Или, может быть, чифернем? А? Смотри, там листики в мешочке не остались. Где? На столе. Да нет, Люсь, голяк. А что за листики? Это поддонник серебристый. Он на болоте обычно растет, рядом с клюквой. Нихорадку хорошо снимает. Ну, так давай я сейчас на болото сношу, где оно находится. Болото везде. Останьтесь со мной. Черт, моя хорошая. Не переживай, все у нас будет пучком. Так, ну Вероника уезжает. Я Альберту катил. Интересно, куда? О, смотри, Крым, стоп. Стекла тонированные, не видно ничего. Так, подожди. Альберт вернулся через 25 минут. Значит, нам нужно искать места, до которых он мог доехать за, ну, 10-12 минут. Да. Максимальная скорость машины на полупроселочной дороге километров 60, не больше. Так, это дом Синицыных. Отчерчиваем радиус. Здесь три дороги. Альберт мог поехать сюда, сюда или сюда. Нет, Глеб, там нет ни домов, ни магазинов. Сейчас фотки со Спутинка смотрю, может, там ларек какой. Глеб, там ничего нет. Андрей Владимирович, вы нас слышите? Да, слышу. Глеб, пришли мне карту с радиусом. Смотри, вот в эти три точки Синицын мог доехать за 10-12 минут. Мне нужны все камеры на подъездах к этим трем точкам. Андрей Владимирович, 19 камер в радиусе 10 километров от каждой из точек. Андрей Владимирович, а можно я подключусь? Пожалуйста. Теперь на этих записях мне нужны автомобили, люди, все, что хоть как-то связано с этим Альбертом Синицыным или Альбертом Кучевым. Хорошо. Раз, два, три. Ну и какая связь между автомобилем и Скворцовым? Этот автомобиль продается в автосалоне Вероника Синицына и Птица Запад по системе трейд-ин. А кто за рулем? За рулем женщина, но для идентификации личности маловато данных. Так, посмотри по записям камер, не возвращалась ли эта машина в районе 21-15. Есть. В 21 час 30 минут автомобиль выехал на трассу в сторону города. Очень хорошо. Что за женщина за рулем была интересна? Думаете, Альберт не встречался? Глебушка, ты меня начинаешь пугать. Глеб, меня тоже. Мне кажется, что это подельница Альберта и он привез ее на заднем сидении своего авто. Это вы меня пугаете? Как она тогда ушла незамеченно? Она могла перелезть через забор с другой стороны дома. Там полянница прямо около забора. Паш, вы ищите чеканину и было? Ищем, но пока безрезультатно. В квартирах они не появлялись, а телефоны выключены. Поезда, самолеты? Даже камеры автовокзалов проверили с программой с познаванием лиц. Андрей Владимирович, ничего. Интересно, куда же они уехали? Главное, как? Машины ни у чека, ни у боевого нет. Это мы в первую очередь проверили. Кстати, а почему мы не позвонили в эту контору и не узнали, кто взял машину с птицы запада? Да потому что мы не хотим спугнуть преступника. Мы же хотим, чтобы он чувствовал себя в безопасности. Мы ведь это хотим. Он? Проверь, пожалуйста, Синицына. Да, и найди этот автомобиль из птицы запада. Айн, момент, Андрей Владимирович. Для меня это легче легкого. Вуаля! Автомобиль выехал по южному шоссе в сторону области. Так, отследи ее по камерам ГИБДД. Так, автомобиль проехал камеру на 90-м километре, вот она мигает зеленым, и не проехал камеру на сотом, вот она мигает красным. Десять вариантов съезда на второстепенной дороге. Проверь всех фигурантов дела на предмет владения недвижимостью или землей в этом районе. Ага. Вероника Синицына имеет домовладение в поселке Абрамцево. Прекрасно. Люсь, может в аптеку сноситься, колес каких взять, а вось помогут, а? Не, таблетки только временно помогают. Только поддонник. Короче, лежи, не дергайся. Подожди. Я скоро вернусь. Лежи. Люблю тебя. Васильев, кофе будешь? А? Нет. А чего делаешь? Да вот пытаюсь подельницу Альберта вычислить. И как? Ну смотри, Альберт постоянно звонил на неавторизированный номер. А когда жены Альберта Вероники не было дома, этот неавторизированный номер ночевал у Альберта. Ну что, все понятно. Жена, муж, любовница. Слушай, а мир состоит из треугольников? А, да, ну конечно. Ну, любовный треугольник, бермудский треугольник, равносторонний треугольник, треугольные пирамиды в Египте. Так, у меня мозги от тебя будут треугольные. У меня все чисто, все. Наверху тоже. Камин горячий. Здесь что-то было недавно. Леша, лови два объекта. Примерно в двух километрах от нас в пятистах метрах друг от друга. Все, иду к тебе. Примерно в двух километрах от нас Японский городовой! Тише, 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 гражданочка, тише! Жить будете? Вы задержаны? Куда? Гражданка, вы арестованы. По подозрению в убийстве еще целого майора укусили. Покушение, капитан. Игорь почему-то решил, что Альберт, он должен ему денег. Поехал к нему, а я поехала следом. Зачем? Ну, вы понимаете, мы с Альбертом давно близки, любим друг друга. Это понятно. Тут в окно я увидела, как Игорь убивает Веронику. Я очень испугалась, впала в панику, решила сбежать. Залезла на эту поленницу, пыталась перелезть через забор. Тут поняла, что мы с Альбертом сможем быть вместе. Ну, и Игорь... Стал для вас помехой? Да я просто боялась, что Игорь убьет Альберта, если узнает, что мы... Ну, в общем, вы понимаете. И отвезли его на болото. У Вероники там дом, она травница и там их собирает, и я решила воспользоваться. Разыграли болезнь? Да. А ее болезнь? Она что, мне кружева наплела, что ли? Люся здорова, если вы об этом. А... А как же ее дорогая хата? Она же ее скинула, чтобы мне помочь откинуться скорее. Она ничего не продавала. Бедная квартирка, эта квартирка ее бабушки. А та, как вы говорите, красивая. До сих пор при ней. Что за гон? Зачем все это, не понимаю? Не понимаете? Людмила спровоцировала вас на драку с Альбертом. Потом кто-то из них убил Веронику. Вас хотели подставить. Ну, Игорь жив, значит, я могу быть свободна? А Веронику разве не вы убили? Я? Нет. Это Игорь. Ну, а мы сможем с легкостью доказать, что это не он. У него рука. Не сжимается. Сжимается? Не волнуйтесь, это тактика психологического допроса. Валяев блефует. Хорошо, я признаюсь. Это Альберт. Зачем ему убивать? У него же деньги были, они вместе с Игорем дело провернули. Он боялся, боялся, что его подозревают. Только поэтому он женился на этой богатой Веронике. Кстати, смешал свои деньги с ее, и под ее именем открыл очень неплохой бизнес. Интересно придумано, не подкопаешься, но по голове Альберта кто ударил? Я. Били в перчатках, печерку держали посередине, чтобы не стереть отпечатки Игоря. Да. Разрешите? Да, заходи. Вы в отпуск собираетесь, Андрей Владимирович? Да, если бы. Вот мечту Людмилы рассматриваю. Домик у моря. Да. Ничего себе домик. Эту виллу три дня назад Людмила забронировала, а через две недели должна была вылететь в Испанию для осмотра и дальнейшей покупки недвижимости. А деньги она где собиралась брать? Ну, очевидно, Альберт, он теперь богатый вдовец. Что у тебя? А, Людмила во всем призналась и все свалила на Альберта. Так, Альберт в допросной? Так точно. Да. Да. Я признаюсь. Да, это Альберт убил Веронику. Сядьте. Это же был ее план. Это же был ее план. Я сказал, сядьте. Это она все придумала. Она специально наплела Игорю про болезнь, чтобы потом он полез ко мне с претензиями. Это она потом хотела убить Игоря и притопить в болоте. Он типа слился. А вы белая пушистая овечка, да? Нет. Нет, но если бы не она, то я бы никогда на такое, на убийство. Это все она придумала. Сдался я этот домик у моря. Это она придумала. Она нашла Игоря, этого козла отпущения. Это она придумала женить меня на Веронике, деньги потом смешать. Это все она. Все она. Развели как лоха. А я ведь ей верил. Она ко мне на свиданки приезжала. Мы там с ней здорово кувыркались. Простите, я подожду вас в коридоре. Только далеко не уходите. Деньги с канализацией Альбердзел? Ну да. Типа бомж, если кто спалит. Я так и думал. Ах ты, дрянь! Ты со своим домиком всю жизнь меня испоганила. Дура. Люсь, я же тебя пожалел. Больничку хотел тебе пристроить. А ты меня как дешевого фраера развела. Че, это все угон был, да? Увидите меня. Люся! А хочешь, я тебя на зоне греть буду? И на свиданку приеду! Да иди ты! Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok